Воронежская область Воронежская область В летний период коз отгоняли в специальные стада, где пасли пастухи и заботились о них до глубокой осени. А на покрова их разбирали и ставили в стойло в домашних сараях. А зимними вечерами, когда пух подойдет, коза начинала линять. В дом заводили козу, садились вокруг нее и пальцами рук выдергивали или щипали пух. Руно пух получалось мягким и шелковистым, а в конце 70-х годов, 1970-х, стали стричь коз ножницами. Пух перебирали, отбирали комочки грязи, лепейники, сортировали, какой пойдет на плато, какой на варежки. Ну, а самый оставшийся на носки. Затем расчесывали на ческах 2-3 раза. Первый раз просто расчесывали, а вот последующие два выравнивали тон. Затем начиналась самая трудоемкая работа – прясь к пряжу. Чтобы платок получился красивым и его можно было дороже продать, пряжа должна быть одинаковой толщины. Как говорится, все мастерство пряхи на кончиках пальцев. Пряли тоненько и ровненько, волосок к волоску. А когда появились нити, как основа для пухопридения, стало намного легче мастерицам. И вот наша пряжа готова. Мастерица садится вязать. Ручным узорным вязанием женских пуховых платков и сейчас занимаются в селе. В основном занимаются женщины. С ранних лет мамы учили вязать девочек. Сначала каймок платку, а затем уже сам платок. Никто не может точно рассчитать время вязания платка. Все зависит от мастерицы. На работу одного изделия может уйти неделя, может 10 дней. Как правило, мастерство мастерицы движение отточены до автоматизма. Сейчас многие хозяйки пух прочесывают не по старинке, как у нас, а на пухочесальной машине. И придут на электрической прялке. Да и вяжут в основном на машинах. Подосиновские пуховые платки давно разошлись по земле. И не только России, но и ее за пределами. Вот, например, нашей семьи. Платки моей мамы есть в Калининграде, в Германии, в Узбекистане и Украине, и даже в Америке. Воронежский пуховый платок никогда не был настолько знаменитым, как Оренбургский. И о нем не пели песен, зато он славится своей добротностью, просто согревает в холода и возвращает нас к русским истокам, русской красоте. Воронежский платки – один из неформальных брендов нашего края. Спасибо. 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 Спасибо.